Вы знаете, есть самый большой грех, и у меня сегодня проповедь об этом. Самый большой грех. Тема проповеди – самый большой грех. Нам хочется знать самый большой грех, чтобы не сделать его, правда? Чтобы не совершить его. И вы знаете, кто-то говорит, самый большой грех – это хула на Духа Святого. Но если бы вы знали, как похулить Духа Святого, вы бы это сделали, но я не знаю, честно говоря. Есть самый большой грех. Давайте откроем 10 глава евреям, и мы начнем с 38 стиха. Первая половина, 10 глава евреям. Праведный верою жив будет. Скажи своему соседу, праведный. Моя праведность не от того, что я такой особенный, такой совершенный, а потому, что я поверил. Поверил Иисусу Христу, который умер за меня на кресте. Я еще раз говорю, моя праведность приходит не от того, что я что-то сделал для Бога или что-то совершил для Бога, а из-за того, что я поверил Ему. Но как поверить, если я не слышу? Если я не обращаю на Него внимания? И если я не хочу Его слышать? Вы знаете, самый большой грех, который может быть – это неверие. И я вам докажу сейчас. И я вам докажу об этом, потому что самый большой грех, который может быть в нас – это неверие, которое спровоцировано нашим непослушанием, неповиновением Слову Божьему. Вы знаете, мы надеемся, что вера – это какое-то чудо, что кто-то придет, положит на нас руку, и мы будем здоровы, мы будем совершенно исцелены. Но вера – это твой, твое решение, твой акт, согласие по отношению к Богу. То, что Бог сказал в твою жизнь. Если мы читаем из бытия, то Бог вначале сказал Адаму, что ты умрешь смертью, если вкусишь от плода. Там работать начинает вера. С человеком работать начинает вера. Если бы он не вкусил того плода, если бы он не сделал этого, но он это совершил. Почему? Потому что акт непослушания привел к тому, что он перестал верить Богу. Библия говорит, что он отдалился от Бога и не мог даже общаться с Ним. Его дети пытались искать. Искать, чтобы Бог говорил к ним. И они искали каждый своим путем. Кто-то принес плоды, кто-то принес приношения Богу, а кто-то принес то, что принес Бог. Библия говорит о том, что он принес животное для того, чтобы одеть Адама и Еву в кожаную одежду, когда он выгнал их. И Авель приносит жертву. Авель приносит жертву по вере, потому что он поступает, как делал Бог. Вы знаете, с этого я понимаю, что я должен поступать так, как Бог. Я должен жить так, как Он жил. Смотреть так, как Он смотрит. И вы знаете, самый большой грех – это неверие, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. Создал Бог человека по образу и подобию. Скажи, я – подобие Божье. Я должен подобным быть Ему и в поступках. Я должен быть подобным в делах. И вы знаете, фокусников сейчас много развелось. Очень много. Те, которые – придите, я помолюсь за вас, и все будет. И ничего не происходит. Ничего в жизни не происходит. Ни временное облегчение, а может быть, и еще хуже становится, потому что фокусы не спасают и не приводят нас к Богу. Вера, она всегда сверхъестественна. И когда Бог говорит Аврааму, иди в землю, которую я тебе обещал, он просто поверил. И он стал отцом многих, и он стал человеком веры, мужем веры, с того момента, когда он начал послушным быть Богу. И я вам хочу сказать, самый большой грех – это неверие Богу, но она рождается из непослушания. Нежелание делать то, что он говорит тебе. Нежелание слышать его. Я с одним человеком разговаривал, и он говорит мне, и он общался со мной, и он говорит, как Бог разговаривает? Я не знаю, что Бог говорит мне. Я не знаю, Бог вообще не говорит никогда ко мне. Я говорю, ты читаешь Библию? Да. Но в Библии написано, что мы должны делать, и как мы должны поступать. Ты поступаешь по Библии? Он говорит, нет. Но это же не мне было написано. Вы знаете, проблема в том, что он не поверил тому, что там написано. И я вам хочу сказать, Бог не будет судить нас за то, что мы делали, или за то, что мы не сделали. Он будет судить нас за то, что мы не верили в то, что Он говорил в нашу жизнь. Библия говорит о совести человека, потому что Он говорит и через совесть, и Он говорит через совесть каждого из нас, потому что у нас разная совесть. Но то, что Он говорит, мы должны исполнить, мы должны выполнить. Бог хочет благословить нас. Итак, в евреях написано праведный. верою жив будет. А если кто поколеблется, откуда приходят колебания в вашу жизнь? Кто из вас колебался когда-либо? О, мы многие. каждый из нас колебался. Каждый из нас было... Я приходил в церковь, я сидел на заднем ряду, я помню, что-то здесь не то. Меня, наверное, обманывают, меня, наверное, разводят. Меня хотят содрать деньги, но у меня ничего нет, я думаю. тогда я начинаю думать, кто это мне говорит? Что это во мне говорит? И почему Он это во мне говорит? Вы знаете, дьявол не будет бороться за ваше имение даже, за ваши финансы. Ему неинтересно, он все имеет уже. Ему интересно иметь вашу душу, ваше послушание или непослушание Богу. Ему интересно иметь взаимоотношения с вами, чтобы вы не верили в то, что Он говорит, вашу жизнь. И кто внушает неверие в первую очередь? Кто сеет раздоры? Кто воюет против вас? Противник. Где происходит война? На вере. Интересно, послушайте, и Павел пишет, интересно, возьмите щит веры, которым можно угасить все раскаленные стрелы. Вы знаете, что такое вера? Вера – это то, что встречает дьявольские стрелы. Самое ужасное и самое ранимое и то, что может ранить нас по-настоящему. Он может ранить нас через свои стрелы. Он может разрушить нас и Он может даже убить. И вера, она встречает. И если ты доверился, если ты в полноте послушен Богу, вере, то ты следуешь, даже когда ты не видишь. Давайте откроем одно место Писания. Я его люблю очень. Матфея написано. Мне нравится это. Вы знаете, есть вера разная, ее можно видеть. в ком какая вера. Правда? Кто из вас знает, что веру можно видеть? Веру нельзя пощупать. Но веру можно видеть. Хорошо. В евреях так написано, что они, видя город невидимый, вера, она всегда видит дальше, чем ты можешь себе представить. Вера, она всегда великая. Давайте откроем Матфея. Сейчас скажу, какая глава. То я просто запутался. Матфея, 14 глава. Иисус учеников своих понудил пойти в лодку и переправиться прежде себя на другую сторону, пока Он отпустит народ. Но давайте прочтем дальше чуть-чуть. И Он идет по морю к ученикам. Сам пошел молиться, Он идет по морю к ученикам. И самое интересное то, что происходит дальше. Петр, видя бурю, видя проблему, нет, он еще ничего не видит, он видит Иисуса. Он боялся страхом, он сказал, скажи мне слово и я пойду к тебе. И Он идет по воде. Смотрите. Петр сказал, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он сказал, иди. Мне нравится это слово. Я хочу, чтобы вы затронули что-то. Повели мне пойти к тебе. по воде. иди. Он услышал это слово и он понял, что он может идти не по суше. А где? Еще расскажу. Он шел по воде. Повели мне идти по воде. Если ты задаешь вопрос Богу, если ты что-то хочешь задать вопрос, то ты задаешь точно. И Он тебе говорит только небольшую фразу. И это тебе понятно. тебе просто надо принять это как верой. Ты любишь меня? Да. И когда Он говорит тебе да, ты понимаешь, что с любовью к тебе пришло все. Расположенность, чувство, желание. Ты самый, самый, что ни на есть, лучший для Него. Бог тебя любит. Но некоторые еще не слышали этого. Здесь некоторые сидят, которые никогда не слышали, что Бог их любит. Бог наказывающий. Бог злой. Бог строгий. И их учили. Почему? Потому что у них Боги такие. Когда вы встречаетесь с моим Богом, то Он говорит совсем другие вещи. И вам надо научиться Его слышать. Да, Он строгий, но Он не злой. У Него есть любовь, и Он желает, чтобы эта любовь тебе открылась. И ты задаешь прекрасный момент, когда тебе плохо, когда тебе тяжело, в самую трудную минуту ты задаешь Ему вопрос, любишь ли ты меня? И Он говорит, знаете, что Он говорит? Да. Он не говорит тирадами, Он не говорит фразами, Он просто говорит да. И ты понимаешь, что это гораздо больше. И вы знаете, самое интересное, то, что в тот момент ты можешь проходить еще самые большие трудности в своей жизни, самые сложные трудности в своей жизни. ты идешь по воде. Но мне достаточно этого да. Мне достаточно да. Послушай, для того, чтобы слышать голос Божий, тебе нужно молиться. Для того, чтобы услышать голос Божий, тебе надо читать Библию. Вера приходит, если я не слышу этого слова каждый день в своей жизни, мне не разговаривают, я не услышу этого да. Я не услышу аминь на то, что я вопрошаю у Него. Мне достаточно аминь, мне достаточно да, чтобы Бог начал творить в моей. Вы знаете, когда я разговариваю с Духом Святым, Он много говорит мне. Но когда Бог открывается мне, Он говорит просто иди. Мне нравится, когда Иисус говорил человеку расслабленному встань и иди. И Он потом задает вопрос, что легче? прощаются тебе грехи или встань и иди. Смотрите, интересная вещь. Это аллегория, потому что когда ты веришь по-настоящему, тебе прощаются и грехи. Послушай внимательно. Когда ты веришь по-настоящему, тебе прощаются и грехи. когда ты слышишь вот это, да, тебе грех прощен. Поэтому Авраам начал идти в землю обетованную, но он по пути еще, Бог говорил с ним, и он говорил, куда ему направиться идти, идти, идти. И он стал праведником, не потому, что он хорошо жил и хороший был человек. Вера свидетельствует о нем, что он праведен. Если твоя вера свидетельствует о тебе, что ты человек колеблющийся, то утопающий, то поднимающийся, то падающий, то плавающий, то бегущий, то ползущий, то идущий, то сидящий, это не люди веры. Люди веры должны двигаться, а не люди движения. Все, что не по вере, есть. Самый большой грех это неверие, недоверие тому, что Бог сказал в твою жизнь. Любишь ли ты меня? Вы знаете, интересно, почему я затронул этот вопрос? Потому что любовь Божья, когда открылась тебе, ты сказал, это все, это достаточно, это достаточно для меня. Это полнота. Я получил все, и машину, и жену, и ребенка, и благословения, и еще получил вечную жизнь, как все остальное. О, сначала я получил вечную жизнь, я родился свыше, но когда я понял, что Бог меня любит, послушай, я все получил, я все принял, однажды я все принял, но когда пришла неприятность, ты начал тонуть. Когда пришла неприятность, ты начал просить у Бога, помилуй меня, спаси меня, но тебе надо просто вспомнить. Скажи своему соседу, вспомни, 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 что Бог сказал в твою жизнь, что Бог говорил. Некоторым здесь не говорил, тебе надо услышать Его, для того, чтобы Его слышать, некоторым надо просто начать читать Библию, читай и считай Слово Божие, читай, изучай, начни молиться, общайся с верующими людьми, людьми веры, исполненных Духа. Бог не фокусник, Бог все уже сказал, и в твою жизнь Он сказал, и Он ожидает, чтобы твоя вера была сильна. Послушай, я дочитаю, интересно, что происходит. Он же сказал, иди, и Он вышел из лодки. Вы знаете, это похоже на мою жизнь. Бог сказал, я люблю тебя, нет, Он сказал, да, Боже, ты меня любишь, да, аллилуйя. и когда ко мне приходят неприятности, я думаю, Бог меня не любит, мне тяжело, мне сложно, я утопаю, и мне больно видеть то, что происходит, что происходит в моей жизни. я начинаю тонуть. Как Петр здесь тонет только по одной причине, что он не доверился и не поверил тому, что он сказал. Не поверил. Вы знаете, почему Иисус укорял его? Потому что он хотел его научить. Ходи верой. Даже когда ты меня не чувствуешь, не ощущаешь, даже когда у тебя проблемы и когда ты видишь эти проблемы, тебе надо напрячь всю свою энергию на то, что ты принял от меня веру. Да, иди, я люблю тебя. Бог тот же, Бог не меняется, нет в нем ни тени, перемены. потому что Иоанна 3,16 написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие верующие в Него. Не те, которые пришли в церковь сегодня, а всякие верующие. Не те, которые ходят на улице, а всякие верующие. Верующие это тот, который переживает неприятности, но может пройти их, потому что верующие в Него на суд не приходят, но перешел уже от смерти в жизнь. Не погиб, но имел жизнь. Смотри, я не погибающий, мы люди не погибающие, мы люди жизни, мы люди веры, поэтому мы говорим ободрись, скажи своему соседу ободрись, Бог любит тебя, Бог любит тебя, и ты когда-то это слышал, Он когда-то говорил, ибо так возлюбил Бог ни одного меня, ни одного тебя, Он возлюбил целый, Он возлюбил целый мир, и тебе надо услышать это, что ты не просто попал в церковь, поэтому тебе надо находиться в вере, и самый большой грех, и как мы отпадаем от Него, не верим, наверное, Бог меня не любит уже, я так чувствую себя плохо, у меня вот здесь вот закололо в печени, вот здесь вот болит, у меня есть ответ, ответ есть у Иисуса, давайте прочтем дальше, Он немного говорил Петру, когда тому нужна была вера, для того, чтобы идти, но Он много сказал ему после того, как пропала эта вера, и вы знаете, часто проповеди наши направлены для того, чтобы поднимать в людях веру, которую они потеряли, у проповедников чаще проповеди направлены для того, чтобы поднимать веру, которую они, потому что праведный верою жив будет, своею верою, та, которая у тебя уже есть, и мы просто что делаем? Поднимаем ее, мы просто поднимаем в тебе веру, мы поднимаем тот дух веры, который должен быть в тебе, потому что если ты будешь веровать, ты горы переставишь, ты будешь делать те вещи, которые невозможны, я вам хочу сказать, я благодарен всем, кто трудился в четверг, пятница, суббота, здесь, еще даже тут мыли полы воскресенье, ничего, молодцы, аллилуйя, слава Богу, но это невозможно было, вообще мы запланировали просто генеральную уборку, кто-то посмеялся, да, я тоже засмеялся, когда эти столбы разрушили, вот эти вот, видите, столбы, они уменьшились в размерах, сейчас они красивые, обтянутые, но если бы вы видели ту ситуацию, когда братья их разрушали, я думаю, это на две недели, моя вера так говорила, еще, когда Маша сказала, мы здесь сделаем вот так, вот так, вот и так, я думаю, ну все, это на месяц, вера, знаете, я верю, то, что Бог вложил, не надо преувеличивать и не надо увеличивать, ты просто делай, ты просто следуй, а Бог тебя благословит, это Бог благословил нас, закончить все это, срок, чтобы служение прекрасное сегодня было, и я вас обадривал, о вере, и слава Богу за каждого брата и сестру, и за их послушание, потому что, если бы Маша меня не послушала с ее характером, конечно, то вы б здесь с голыми стенами сидели все, не, она целую ночь, конечно, обработала, но все равно бы не доделала что-то, ну а так, у нас более-менее все нормально, еще чуть-чуть есть недоделки, нам надо все сделать, но это ничего, это не страшно, мы можем здесь собираться, спасибо Алексею, потому что он все затеял, он говорит, и пыли не будет, будет чистить, как все, а это сейчас нету пыли, когда мы пришли сюда, то у меня и в носу была пыль, и в глазах была пыль, везде была пыль, в четверг, я не знаю, как у них, потому что они все это делали, я только прошел мимо, и вы знаете, они верили в это, что они доделают, и Алексей такой всегда спокойный, я думаю, ему хирургом надо было быть, потому что у нас есть такие хирурги, знаете, которые скальпелями бросаются для того, чтобы научить интернов, как подавать вовремя, а Алексей спокойный, отсюда и до туда, и слава Богу за него, у него из-за этого много детей, и они такие спокойные все, слава Богу, спасибо всем, но это вера, о чем я говорю, что это вера, вера, которая двигала ими для того, чтобы мы что-то сделали, исполнили что-то, вы помните, вы между столбами меня не видели, теперь видите, они уменьшили их до минимума, и очень хорошо, и так Петр идет по воде, мне нравится, мы идем по воде, но по дороге мы встречаем, знаете что, негодование других людей, недовольство, проблемы, боль, переживания, мы идем по жизни с верой, что Бог любит нас, но тут вдруг, что происходит? Мы верим, что Бог любит нас, но кто-то сказал нам, кто-то сообщил нам плохую, плохую новость, царство твое, пало, проблемы у тебя на работе, проблемы у тебя дома, но я вам хочу сказать секрет, Бог не перестал меня и тебя, скажи, Бог не перестал меня любить, Бог не перестал меня любить, и я хочу, чтобы вера ваша возросла в то, что Он сказал вашу жизнь, потому что Он полюбил тебя, любовью вечной, той любовью, которую я, когда услышал, что Бог меня любит, я был на седьмом небе, ну, хотя три, я знаю, кто-то говорит о четырех, кто-то говорит о пяти, я знаю только три, я был на третьем, наверное, ну, хорошо, не будем об этом, но, видя сильный ветер, испугался, и вы знаете, самый большой враг нашей веры это страх, страх, как будет дальше, что будет дальше, страх, он приводит нас в такое, ну, как я дальше буду жить, вот сейчас я пойду на репцентр, и что, мне надо будет слушаться, слушай, Бог тебя любит, и ты пройдешь через это, потому что некоторым реабилитантам надо пройти через это, страх, ты тут был согласен, а тут вдруг все переменилось, страх, он разрушает в нас веру, страх разрушает веру Божью, страх разрушает, ну, как я проживу, слушай, если Бог заботится о каждом человеке, заботится обо всем, разве Он не позаботится о своем возлюбленном? Ученики часто задавали вопросы, глупые вопросы Иисусу, ну, вы знаете, Иисусу, как человеку, глупые вопросы можно было задавать, но Бог, Он не отвечает нам, бывает, потому что вопросы глупые, а когда ты задаешь правильный вопрос, Он говорит, да, аминь, ты имеешь, у тебя будет, Он говорит кратко, но сильно, но когда я задаю вопросы Ему, то у меня целый план, как бы это сказать, охарактеризовать, чтобы это не сделать, потому что мне страшно, и возгорелся гневно Моисея, потому что Моисей боялся, вы знаете, я думал сначала, что он прогневался на него, что он просто был, прикословил ему, но Бог проявил свой гнев и проявляет свой гнев из-за того, что мы допускаем страх в свою жизнь, чтобы разрушить веру, не допускай страха, не допускай того страха, который может разрушить твою веру, я косноязычный, у меня не выйдет, у меня не получится, кто будет вместо, кто позаботится о моих детях, если не я, помните, что сделал Петр, он даже свою тещу оставил с женой, любимой, я не знаю, были ли у него дети, но я точно знаю, что жена была, если теща была, и вы знаете, самое интересное, то, что он поверил тому, что говорил Бог, и он следовал за ним, потому что он видел чудо, чудо это предпосылка для того, чтобы ты слышал дальше голос Божий, и помните, ты Сын Божий, он говорит, не плоти крови открыли тебе это, но Отец сущий на небесах, и что интересно, он говорит, я хочу, чтобы ты стал на этом откровении и строил церковь, малое слово построила церковь, имеешь ли ты откровение, которое может строить церковь, малое слово, которое может изменить твою жизнь, малое слово, которое может изменить жизни целых наций, фараон, который взял к себе на работу Иосифа, он не знал, что тот видел откровение и знает Бога, Бог сказал ему, что он будет великим, но только не знал на сколько, фараон просто его взял на работу, и знаете откуда, из тюрьмы, он взял его на работу из той, того места, где не берут на работу, там не биржа труда, некоторые думают, что Бог, он часто делает постепенные вещи, я вам говорю, не, не постепенные, ты сразу можешь ходить по воде, ты сразу можешь видеть чудеса, но страх, который разрушает в тебе веру, знаете, Иосиф, ой, извини, фараон, но я думаю, что я не подхожу на эту должность, я только что был в тюрьме, он говорит, да, я пойду, аминь, это надо какое бесстрашие иметь, послушайте, управлять целым народом, вы знаете, страх, это то состояние, в котором человек должен не находить, это, это, знаете, как вам сказать, это не сохранение даже мое, не чувство сохранности, не боясь за жизнь, не боясь за свое положение, страх, это то, что дьявол взял в нашу оборот, и он на это давит, он давит на одно, убойся Бога, но Бога надо чтить, почитать его, потому что почитание Бога, это не страх, это ты знаешь, кого ты почитаешь, ты знаешь, кого ты любишь, ты знаешь, с кем ты имеешь отношение, Бог страшен, ему страшно попасться в руки, но послушай, врагам нашим, дьявол боится Бога, но видя сильный ветер испугался и начал утопать, закричал Господи спаси меня, и часто мы приходим так, верующие давно, по 20 лет, по 15, любящие Бога, плавающие с Ним в одной лодке, живущие кушающие с Ним и мы в таком положении, Бог говорил нам, любит нас, общается с нами, но здесь Он говорит одну, Петр, он пугается, он испугается и из этого испуга он начинает утопать, Иисус, помилуй меня, Иисус, спаси меня, Он потерял что? Самое важное, Он уже потерял все, надежду на спасение, будучи в церкви, будучи в служении, мы тонем до такой степени, что погибаем, самый большой грех, это неверие, можно ли из церкви попасть в ад, можно, если ты не уверовал, если ты убоялся, можно ли из этого стульчика зеленого сразу попасть в то место, где жарятся грешники, да, свободно, но если ты поверишь, Библия говорит, и Слово Божье говорит, что верующий в Него на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, веруешь ли ты этому? А теперь послушайте бонус, к этому все, остальное прилагается, твоя счастливая жизнь, твое богатство, твои хорошие отношения с людьми, взаимоотношения с обществом, природой, путевка и все остальное. Боже, ты меня не любишь, ты путевку мне не дал на море. Кто-то глупости вообще говорит. Знаете, это верующие, я столкнулся с этим. я тону, хотя только что шел так по вере, слушай. Интересно. Иисус тот час простер руку, поддержал его и говорит, маловерный, зачем ты усомнился? зачем мне нужен Иисус? Чтобы поддерживать меня в моем неверии. И в твоем тоже. В твоем тоже. Мне нужен Иисус, когда я утопаю, закричать ему, спаси меня и помилуй, я буду ходить в вере. Некоторым надо сегодня закричать так. Некоторым надо вернуться в веру и стоять в вере. То есть другими словами, начать читать Слово Божие, исповедовать его в свою жизнь и начать просто вспоминать то, что Бог сказал в твою жизнь. Не сомневайся, не ведись на дьявольские уловки, не ведись на его обман, не ведись на те проблемы, которые тебя окружают, потому что те проблемы говорят о тебе слушай, да хватит верить Бога, ты видишь, что у тебя все плохо. Но когда я дойду к Нему, когда я дойду до того места, когда мне предложит фараон работу, вы этого не узнаете. Потому что Бог, Он стоит и Он говорит, слушай, я хочу, чтобы ты верил, я хочу, чтобы ты продолжал верить, даже если тебе тяжело. И он поддерживает его за руку. Смотрите, интересно, маловерный. Он говорит, маловерный, зачем ты праведный, верою жив будет. Праведный, верою жив будет. Мне нужна эта жизнь, мне нужна эта жизнь. Сегодня чем ты живешь? Своими рассуждениями, размышлениями или тем откровениями, которые ты принял от Бога. Когда-то Бог сказал, что ты не попросишь, я сделаю тебе. Знаете, что я попросил одну? Будь со мной. Мне достаточно. Оу, нам другие мудрости попросили, как царь Соломон, потому что за мудростью следует богатство. Это бонус был. Вы знаете, у Бога всегда есть бонус в присутствии Его и в благословении Его. Если ты будешь ходить в вере и пользоваться той верой, которую ты принял от Бога, Бог тебя благословит еще больше. Чьим словам сегодня ты будешь веровать? А когда я услышал, что Он меня любит, Он по-прежнему меня любит. Он по-прежнему меня любит. Он по-прежнему меня любит. Если Он меня любит, то неужели Он не хочет меня благословить? Неужели Он не хочет меня исцелить? Если Он меня любит, о, как много в этом откровений есть. Послушай внимательно. О, нет, Он хочет, чтобы ты страдал, потому что Он тебя любит. Это только так люди думают. Дьявол вас обманул. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». «Скажи, жизнь вечная в моей вере и все благословения в моей вере в то, что Он сказал в мою жизнь». Я вам хочу сказать, о, вы такие особенные, вы такие славные, послушайте, потому что то, что вам Бог открыл, не открывал никому. Я прочту это в Евреям 11 глава, давайте прочтем еще одно место и заканчиваем. Мы сейчас будем молиться, а то я уже перетягиваю. У меня такое ощущение. Мне никто не мигает на первом ряду, но ощущение есть. Смотрите, 39 стих. «Все эти, тут перечисляются люди, которые ходили верой, жили верой, свидетельств о ней вере, не получили, не получили, даже они не получили. Во что же они такое верили? Во что же они такое верили? Во что же они такое верили? Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. А не верили вы Иисуса Христа, который придет и умрет за их грех? Вы знаете, самая лучшая жертва, которая есть, это жертва за грех. Потому что Бог хочет сегодня говорить с тобой. И сегодня Он хочет, чтобы ты поверил и принял эту жертву, которую Он отдал за тебя, и принес это Ему. Снова. Это жертва Иисуса. Бог предусмотрел о тебе нечто лучшее. И я поверившего Иисуса Христа, как ту искупительную жертву, которую Он отдал за меня, имею мир с Богом, прощение грехов, свободу, общение с Ним, разговор с Ним. И сегодня некоторым надо это прощение. Сегодня некоторым людям надо это освобождение. И вам надо принять Иисуса Христа. Бог предусмотрел о тебе нечто лучшее, чем ты даже себе можешь представить. Потому что то, что ты себе мог надумать, придумать, потому что у тебя были мечты о хорошей жизни, но эта жизнь все время оказывалась в море, и ты тонул. Бог предусмотрел о тебе нечто лучшее. Ты можешь ходить над проблемами. Ты можешь быть в благословении. Ты можешь иметь силу. Ты можешь иметь свободу. Но тебе Бог предусмотрел нечто лучшее. И эта жертва Иисуса Христа была за твой грех. Потому что грех, он всегда тебя тянет ко дну. Грех говорит, что ты неверующий. Ты неспособный. У тебя ничего не выйдет. У тебя никогда ничего не получится. И он прав. Потому что Иисус Христос, он стирает наш грех. Он убирает наш грех своей кровью. На кресте он отдал за нас свою жизнь. Для того, чтобы мы сегодня были свободны. И я, принимая это, принимая эту веру, я кричу, Иисус, спаси меня. И дальше. Я хожу верой. К Сына Божьего. Продолжаю в Него верить. И тебе нужно сегодня принять Иисуса Христа заново. Не надейся на веру своих родных. Не надейся на веру своих бабок, дедок, прадедок. Потому что некоторые думают, что из-за того, что мои детки и бабки верили, слушай, тебе надо своя вера, тебе нужен личный Иисус, тебе нужна личная жертва. Потому что то, что он принес за Адама и Еву, не спасала Каина и Авеля. Им нужно личное общение было с Богом. Сегодня тебе нужна жертва. И эта жертва есть, это жертва Иисус Христос. Тебе надо это принять и сказать, Господь, прости меня за всякий мой грех. Я принимаю эту жертву, и я прошу Тебя, освободи меня. Потому что Бог предусмотрел у нас нечто лучшее. Дабы они не без нас достигли совершенства. Есть совершенство. У нас есть путь. Для тех, которые уже покаялись, я скажу, слушайте, у нас еще есть путь к совершенству. У нас есть, нету предела совершенства. Мы двигаемся от веры, веру. Мы преобразуемся, мы растем от веры, веру. Мы укрепляемся верой, мы двигаемся верой. И я вам хочу сказать, послушай, если ты будешь пребывать в этом, исцеление не проблема. Болезнь, она будет исцеляться. Освобождение не проблема. Некоторые из вас ощутили это и знают это, что вы исцелены, освобождены, благословлены уже. Но послушай внимательно, некоторые начали тонуть. Знаете, почему тонут? Перестали веровать тому, что Он сказал. Иди, просто иди. Тебе не надо даже видеть Иисуса. Тебе надо верить тому Слову, которое Он сказал. Тебе не надо даже чувствовать то, что Он рядом с тобой. Тебе надо просто поверить тому Слову, которое Он сказал. Ой, я не чувствую ничего. Я не чувствами хожу. Я верю. Бог со мной. А чувства, а не дополнение. Они приходят как бонус. Они приходят как благословение на ту веру, на ту жертву, которую Он уже принес. И тебе сегодня нужно принять это. Прими решение. Не откладывай это на завтра. Не говори, я потом буду. Потом еще приду в церковь. И может быть тогда... Слушай, завтра может и не наступить. Я знаю одного человека, который сказал, я приду завтра. У него случился приступ. Его забрали с сердечным приступом. И он в больнице думал, наверное, завтра. Но завтра не наступило. Обширный инфаркт. Проблема. Которая не дала ему прийти и сказать, Господи, прости. Я грешник, я нуждаюсь в тебе. Я хочу жить верой. Тебе нужно признать, что ты нуждаешься в нем. И тебе нужна вера. Давайте встанемся. Я задам вопрос. Если ты не уверен, если ты не уверен в том, что твое сердце остановится биться сейчас, вот сейчас, в данный момент, и ты будешь с Богом, если у тебя нету-то этой уверенности, и тебе нужно покаяние, тебе нужен Иисус, если у тебя нету уверенности, что ты будешь на небесах с Ним, тебе нужен Иисус. Тебе нужно покаяние. Бог всем повсюду повелевает покаяться. Он не ожидает, он повелитель, он Бог, он суверенный Бог, он Бог, который может говорить, настаивать, он может уничтожить нас в одно мгновение, но он возлюбил. И он ожидает от нас того же ответа. И он говорит, слушай, если ты желаешь, ты можешь покаяться. Ты можешь поднять свою руку, я буду молиться вместе с тобой. Ты можешь поднять свою руку, если ты нуждаешься в покаянии, я буду молиться вместе с тобой. Слава Богу за вашу руку. Если ты нуждаешься, я жду. Слава Богу. Если ты нуждаешься, я еще подожду. Что-то сделайте. Послушайте, выйдите все сюда. Выйдите все сюда. И те, которые нуждаются сегодня в Иисусе Христе, Аллилуйя. Встаньте сюда поближе все. Я со всеми вами знаком. Но я знаю, что вам нужна вера. Я не могу ее отдать вам. Но я могу вас уверить, если вы покаетесь, если вы придете к Иисусу, начнете исполнять то, что Он говорит, Он даст вам ее. Начнется новая жизнь. Придет новая жизнь. Ради этого и Иисус и пришел. Он пришел ради грешников. Не ради праведников. Он пришел ради тех, которые нуждаются в нем. А вы нуждаетесь. Правда? Давайте сейчас склоним головы и вместе со мной будем повторять молитву покаяния. Господь Иисус, я верю, что Ты умер за меня, за мой грех, за каждый мой грех. И я прошу Тебя, Иисус, прости меня. Я осознаю, что я грешник. И я нуждаюсь в Тебе. И я принимаю эту жертву как за меня, как свою. И я прошу Тебя, Иисус, помоги мне жить в новой жизни верой. А я верю, Иисус, что Ты воскрес третий день. И я благодарю Тебя за Твою жизнь. И я прошу Тебя, измени меня. Измени мою жизнь. Я нуждаюсь в Тебе. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я хочу, чтобы церковь молилась на иных языках, как Вы можете. Я хочу за них помолиться, хорошо? Музыка. 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 Но я хочу с вами поговорить еще Хорошо? Я вас поздравляю С двумя вами хочу поговорить С вами я уже разговаривал Пусть Бог вас благословит Аллилуйя Аллилуйя Господь, я благодарю тебя и славлю тебя Аллилуйя Аллилуйя Я задам вопрос Если ты проходишь через определенные трудности И тебе сейчас тяжело Тебе плохо Духовно плохо Скажи Этой проблеме сам Просто сам Убирайся прочь И она уйдет от вас Вы знаете, дьявол Он обманщик Он вгоняет вас в страх В сомнение, неверие Что обещал, то исполни О, я исполню обязательно Я обязательно исполню Страх, который есть у вас сейчас Перед теми обстоятельствами Которые вы видите Или еще Какие-то проблемы Вы просто ему запретите Скажите, убирайся прочь Если тебе сложно Я соглашусь с тобой сейчас в молитве Скажи Во имя Иисуса Христа Я соглашаюсь с каждым моим братом и сестрой Во имя Иисуса Христа Я связываю этот дух Дух страха И я повелеваю убраться прочь И я прошу тебя, Господь Наполни верой Наполни своей силой, Господь И своей славой Благослови До избытка, Господь Ты обещал, Господь Благословляя Благословлю И я прошу тебя, благослови Милостью твоей Наполни И исполни все, что ты обещал В нашей жизни А я благодарю тебя, великий Бог Отец, Сын и Дух Святой Все сказали Аминь Бог благ